Смысл нашего уговорения Мы, к сожалению, с вами пока что не телепатуем. И смысл нашего уговорения, как гипнотизеров, вызвать желаемое поведение человека на улевакочеведушку. Кашу сварил, денег стало больше переносить в дом, вас в Европу отправил. А поведение человека управляется его картой, его идеями. А это управляет как раз вот картиночками в голове. И мы внушаем человеку картиночки в голове, чтобы у него это возникло в карте, чтобы он на уровне поведения начал нам реализовывать. Это где понятно? Исходя из этого, по большему счету нам без разницы, какие мы слова будем использовать, если на уровне по очевидному поведению он будет делать то, что мы хотим. Логично. Имея в это ввиду, выполняем сами упражнения, чтобы человек выполнил на то, что уходить. Знаете, гипноз – это своеобразное правило вежливости. То есть мы на себя берем обязательство сделать человеку максимально понятно, что мы хотим, чтобы он сделал. А помните, мы, братья, говорили, это типичная женская ошибка. Я хочу чай. И чё? Нет, от меня чего требуется. Пойти в лесу налубить, в чайники тебе заварить, купить в магазине. Какие конкретные действия? У мужчин с этим как-то проще, женщина почему-то не предполагает, что мужчин догадается. Мужин не догадается. У мужчин существует тупая задачная операционная система. И сейчас вечно так происходит. Поэтому перед тем, как чего-то человеку внушать, это просто для тренировки. То есть в учебную задачу вы берете и выписываете. Сперва какое действие вы хотите, чтобы человек сделал. Потом облекаете его в формат прямого явного внушения. То есть, не знаю, принеси мне кофе завтра в 7-30 утра в гостепле на подносим. Сдолька лимон или там с молоком или со сливками, чем-то любите. То есть я сам все время все эти паттеры нас с вами. После этого берете и вот эту команду, вы укописанным образом берете и прописываете в формате туризма. Потом эту же команду, эту же внушение прописываете в формате простых вопросов. Эту же команду, эту же внушение прописываете в формате ритонических, альтернативных, скрытых, уточняющих. Чтобы вы, в том числе через пропись, получили навык капусты. Из этих кубиков собрать фразу, которую вызвать у человека в этой картинке. Прошу прощения, можно еще раз сначала? Я не наступила. То есть сперва задумывается, чего вы хотите от окружающих. Шаг номер один. Шаг номер один. Формулируйте, что вы хотите, чтобы он сделал. Ну, в том виде, в каком есть. Шаг номер два. Шаг номер два. Эту формулировку уточняйте в глагол повелительного наклонения. Например, я хочу чаю, из этого ни себя не советую, чем нужно сделать. Принеси мне, пожалуйста, чашку чаю, не знаю, там Ахмад или липт, какой там любите. Сахар, но без меда. Или там, со сливками. После этого вы берете и в рукописную начинайте прописывать. Это команда, это внушение в формате туризмов, вопросов открытых, альтернативных, скрытых, риторических, простых, ну и все прочие, какие у вас будут. Когда вы таким образом штук 10-15 своих команд упакуете в внушение, вы поймете, вы уплатите его, как можно человеку улучшать. Понятно? То есть я думаю, там сегодня вечером или завтра в обед это вполне можно сделать. Простое упражнение. Чтобы у вас не только через язык, но и через кончики пальцев. Вы знаете, когда человек пишет, у него развивается мелкомоторика. Мелкомоторика, если еще, дает расстраивание новых мироновых связей мозга. Если вы обращаете внимание, именно поэтому у детей так много и глушек, там, где нужно руками что-то делать. Новые нейроны связи мозга образуются. Итак, с этим понятно? Так. 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 Там есть простика. Эта langue tomorrow каким может Ti�? Продолжение следует...